Новости на телеканале ЖТСО Сегодня в Алматы прошла встреча с заместителем Акима Алматинской области и инвесторов из Чешской республики. В ходе ее достигнута договоренность о строительстве электростанции на 125 мегаватт. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства и привлечет порядка 2 миллиардов тенге инвестиций. Мощность станции позволит обеспечить энергией все производственные предприятия региона, что позволит значительно сократить расходы на закуп и транспортировку электричества из других регионов страны. Соглашения и договоренности планируем подписать в сентябре-октябре, поскольку есть определенные процедуры оформления сделок и инвестиций. Поэтому ожидаем, что после подписания соглашения примерно в это время, на сентябрь или октябрь, уже начнутся и первые работы по строительству станции. Вопросы инвалидов в онлайн-режиме обсудили члены партии Нур-Отан. На связи с центральным аппаратом все регионы. Руководители областных звеньев представили краткие доклады о реализации программы партии «Безбарьерная среда». В частности, по вопросам доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, а также трудоустройства инвалидов. В рамках онлайн-совещания представители центрального аппарата подписали меморандум о взаимодействии партии Нур-Отан с рядом министерств по инвестициям, развитию труда и социальной защиты, здравоохранения, образования и науки, а также культуры и спорта по повышению качества жизни лиц с ограниченными возможностями и создание для них «Безбарьерной среды». В ходе этого заседания объявлен старт месячника по проведению рейда объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. На этом заседании Алматинским областным филиалом партии был подписан второй меморандум между управлениями и департаментами. Стоит отметить, по Алматинской области более 60 тысяч маломобильных граждан, из них на сегодня трудоустроено более 13 тысяч человек. «Безбарьерная среда, значит, построить пандусы, построить необходимые знаки для невидящих, не слышащих людей, открывать дополнительные курсы для инклюзивного обучения. Не хватает педагогов, тифлопедагогов, логопедов и других специальностей. И сегодняшний меморандум дает новый толчок для безбарьерной среды маломобильным гражданам нашей области. И до 2020 года мы должны обеспечить 100% адаптацию всех граждан, маломобильных граждан. Поэтому в этом направлении будем работать». «Сегодня действительно делается все возможное, чтобы люди могли учиться работать. Но эта работа не ежедневная, ежесекундная. Поэтому уже есть несколько объектов, которые в этом году будут сооружаться под доступностью. И я так думаю, что сегодня увеличится количество наших медицинских учреждений, образовательных учреждений, где будет создана элементарная доступность, чтобы не только наша молодежь, но еще и дети могли научиться в общеобразовательных школах и получать доступное здравоохранение». Лучший коллектив из числа районных отделений Центра языков определили по результатам областного конкурса. Пальму первенства оспаривали 10 участников. Конкурс прошел по трем предметам – казахский, русский, английский – в три этапа. Комиссия учитывала правильное применение портфолио участников, но и применение инновационных методов преподавания. Оценивались также и содержание предмета, и умение преподавателя взаимодействовать с аудиторией, его интеллект. К слову, подобный конкурс проходит впервые. И, по словам специалистов, будут проводиться и впредь. «Я считаю, нам необходимо обмениваться своим опытом с другими районами. И благодарна тому, что все проходит на высоком уровне. Надеюсь, комиссия справедливо оценит каждого из нас». В Шемкенте завершился первый этап модернизации нефтеперерабатывающего завода. Работы ведутся благодаря программе «Форсированное индустриально-инновационное развитие». Проект по модернизации шемкентского нефтеперерабатывающего завода, состоящего из двух этапов, начался в 2011 году в рамках программы «ФИР». Сегодня завод перешел на выпуск новых видов высокооктановых бензинов экологического стандарта К4 и К5 в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза. Также на заводе в год выпускают 400 тысяч тонн серы. По завершению второго этапа модернизации завод увеличит мощность переработки до 6 миллионов тонн нефти. Определено место для строительства атомной электростанции в Казахстане. По словам директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Батржана Каракозова, сейчас рабочая группа разрабатывает технико-экономическое обоснование. До конца 2018 года будет принято решение. По рекомендациям и стандартам организации МАГАТЭ определены два участка для строительства нового объекта – город Курчатов и поселок Улкен. По словам Каракозова, атомную энергетику можно отнести к альтернативным источникам энергии. А строительство АЭС в Казахстане поможет достичь поставленной правительством странной цели к 2050 году, доведет долю альтернативных источников энергии до 50%. В истории 136-й школы такое случается впервые. Один из учащихся Абзал Мрзаш закончил 11-летнюю школу в 12 лет, да еще и с отличием. Родители необычные способности своего сына заметили с полугодовалого возраста. Говорят, что малыш живо всем интересовался и быстро все запоминал. А уже в 4 года он читал, считал, даже умножал в уме двухзначные числа. В школе все складывалось так же. Абзал за две четверти осваивал всю годовую программу, а на каникулах обычно самостоятельно изучал предметы. Способности заметили и учителя, поэтому помогли ему, так сказать, перепрыгивать через классы. Конечно, свои знания Вундеркин всегда подтверждал перед педагогическим советом, приводил всех в восторг блестящими ответами. Обзор республиканских новостей подготовил Азаджу Маханов по материалам интернет-ресурсов. Религиозный экстремизм и терроризм – проблема всего мира. Такие угрозы, к сожалению, не чужды и Казахстану. Об этом заявили сотрудники ведомства на специальном собрании, организованном при поддержке областного акимата. Об опасностях деструктивных течений и методах борьбы с ними говорили известные религиоведы, правозащитники и представители духовенства. Для противостояния экстремистам в первую очередь необходимо повышать религиозную грамотность среди населения. Ведь зачастую именно незнания или сырые знания о религии приводят к разного рода экстремистским зачаткам. Спикеры проинформировали собравшихся о проделанной работе по реализации государственной политики в сфере религии. Сегодня в области активно работают такие проекты, как «Реинформобиль», «Факустоп» и «Интернет-защита». Отметив пользу программы «Киберщит», при помощи которой заблокировано порядка 150 сайтов экстремистского толка. Информационная работа проводится в рамках реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму. В каждом регионе любая религия, в том числе ислам, имеет какие-то свои местные особенности. Вот, например, есть ислам, где, соответственно, в Арабии, есть ислам, допустим, в других регионах, например, в Средней Азии, ислам в Европе, евро-ислам называют. Так вот, салфизм выступает за чистоту ислама и говорит, что национальные традиции, обычаи, что не нужны. Это все, в конце концов, проявление чего и долопоконство или ошибка. А ошибка и долопоконство – это самый тяжкий грех, считается, в исламе. Новобранцы частей национальной гвардии присягнули на верность Родине и народу. 108 солдат весеннего призыва полтора месяца назад прибыли в воинскую часть 55-14 Южно-Казахстанской и Павлодарской областей. Торжественный и волнительный момент в жизни защитников Родины разделили их родные и близкие. Специально к этому дню приехавшие за тысячи километров. По традиции на принятии присяги присутствовали весь личный состав части, совет ветеранов, внутренних войск, представители общественности, правоохранительных структур. Все они поздравили новобранцев и пожелали им удачи. Праздничный концерт в честь молодых бойцов и торжественный парад по плацу придали торжественному моменту особую атмосферу. Я, например, свой день принятия военной присяги, 5 декабря 1969 года, помню до сих пор. Поэтому я думаю, что сегодняшняя молодежь, вот именно у нас, в нашем замечательном городе Талдыкургане, приняв военную присягу, честно будет добросовестно выполнять свой долг. Я думаю, что правопорядок в городе будет обеспечен. Я, гражданин Республики Казахстан, полагалов Никита Андреевич, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественное клянусь до последнего дыхания, быть преданным своему народу и его законно избранному президенту, свято соблюдать конституцию и законы Республики Казахстана. Республики Казахстан 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 Субтитры подогнал «Симон»